Процесс зачатия должен происходить в атмосфере счастья и глубоких отношений. Чем более глубокие отношения, тем более здоровый ребёнок рождается. В целом, надо знать, что в чётные дни зачинаются мальчики... Сейчас я уточню. Сейчас скажу, что за дни. Да, в чётные дни цикла. Первый день месячный — это первый день, с которым надо считать. Считать надо с того часа, в который месячные начались. Это будет сутками. Понятно? Вот от этого часа до этого — это сутки. Десятые сутки, двенадцатые — самые благоприятные. Десятый, двенадцатый, четырнадцатый день — самый надёжный. У женщин — шестнадцатый. Десятый, двенадцатый, четырнадцатый — шестнадцатый. В зависимости от длины цикла. Надо ещё изучать этот график. Женщина обязательно. Вот. И мальчик, чтоб рожался. На нечёртные дни девочка рожается. Ведический астролог может подсказать благоприятный день для зачатия. Как же надо учитывать, когда ребёнок родится, его гороскоп можно примерно предвидеть, потому что десять месяцев лунных женщина вынашивает ребёнка. Лунный месяц на несколько дней меньше, чем солнечный. Поэтому примерно девять с половиной солнечных месяцев женщина вынашивает ребёнка. Зачатие должно производиться в настроении, в котором люди хотят зачать Святую Личность. Надо думать о том, что очень благостный, чистый ребёнок должен прийти в нашу жизнь. Во время зачатия надо очень любить близкого человека. И любить не только, хоть и так же и половая любовь должна быть, но так же она должна быть очень нежность большая проявлена. И чистота в отношении к близким человеку. Половой процесс должен происходить достаточно долго, чтобы женский организм напитался энергией, необходимой для того, чтобы само зачатие произошло. Потому что зачатие происходит, когда организм женский разогревается. Если женщина не успела разогреться, значит, должны быть дольше отношения. Может быть, несколько раз. Женщина должна почувствовать, что организм горячий. Тогда в этом случае зачатие происходит более эффективно, больше шансов. Зачатие происходит не сразу, оно происходит обычно на следующий день или в течение двух суток происходит зачатие. Поэтому в течение двух суток женщина не должна резких движений никаких совершать. Например, она зачатие совершила, ну то есть сам процесс, и на следующий день тренировка по карате, допустим. Понимаете, она не должна идти на эту тренировку. Она должна сказать тренеру, у меня уважительная причина. Какая я вам не скажу. У женщины может быть много причин, чтобы не ходить на тренировку по карате. На танцы тоже нежелательно. Она должна провести после зачатия время очень комфортно. Если в офисе, она должна не напрягаться. Да, я вас слушаю, хорошо. В плавании все хорошо, но без напряжения. Очень расслабленно, спокойно. Женщина энергия в расслабленной атмосфере, поэтому женщина, она не такая, что не так выглядит. Да некрасивая женщина так выглядит. Красивая женщина как выглядит? Она расслаблена. Так ли не? Нет. И для мужчины, и для женщины. Сауна для зачатия не подходит. Сперматозоиды сгорают в сауне. Если мужчина попарился, хорошо, он на следующий день не сможет зачать. Сперматозоиды.